Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим о явлении невесомости. Ну и все вы конечно видели репортажи с борта Международной космической станции. Космонавты парят там свободно и живут в таких условиях месяцами вплоть до возвращения с орбиты на Землю. И хотя явление невесомости кажется нам обманчиво знакомым, многие люди объясняют его ошибочно, считая, что там в космосе, где космонавты свободно парят, отсутствует сила тяжести. Но простой расчет показывает, что это не так. Ну давайте будем считать, что космический корабль летает на высоте 320 километров, то есть на высоте, составляющей одну двадцатую радиуса Земли. Ну и тогда сила тяжести на этой высоте будет меньше, чем на поверхности Земли, всего лишь на десять процентов. Ну это значит, что если бы на Земле была гора высотой 320 километров, и мы бы забрались на нее, и там наверху отпустили бы вот этот мячик, то он полетел бы на вершину горы с ускорением примерно девять метров в секунду за секунду. Всего лишь на один метр в секунду за секунду меньше, чем здесь в этой студии. А почему тогда космический корабль не падает на Землю? А дело в том, что космический корабль как раз таки падает на Землю. И как раз вот с этим ускорением девять метров в секунду за секунду. Но дело в том, что он летит еще вдоль поверхности Земли с большой скоростью. Он все время отклоняется от прямой, но и земля под ним тоже отклоняется. И получается так, что корабль летит по круговой орбите на постоянной высоте над Землей. И тогда возникает вопрос, почему же космонавты там в космосе испытывают состояние невесомости, хотя на них действует почти такая же сила тяжести, как на нас здесь на Земле. А мы такого состояния не наблюдаем. Ну пусть вот это у нас будет космонавт. И вот когда он находится в космическом корабле на Земле, сила тяжести прижимает его к нижней стенке корабля. А когда он летит в космосе вместе с кораблем, то и корабль и космонавт падают на Землю, но и при этом конечно же продолжают двигаться с огромной скоростью вперед. А поскольку еще Галилей установил, что все тела падают на Землю одинаково, то в системе отсчета, связанной с космическим кораблем, космонавт остается неподвижным. Ну и при этом для космонавта теперь нет понятия верха и низа. Ему совершенно все равно, в каком положении находиться. И отсюда следует, что и здесь на Земле космонавт может испытать состояние невесомости. Правда, на очень короткое время, пока корабль вместе с космонавтом будут падать вниз. Ну и мы для того, чтобы зафиксировать это состояние невесомости, построили установку, главной частью которой является вот эта коробка, которая выступает в роли космического корабля. Здесь к стенке коробки прикреплен фотоаппарат, он будет вести скоростную съемку, а в роли космонавта будет выступать вот этот груз, подвешенный на нити. И вот наш космический корабль, или лучше сказать падающий лифт, подвешен на нити и готов к старту. Я нажимаю на кнопку видеосъемки на фотоаппарате, зажигаю горелку и пережигаю нить. Деления линейки мелькают все быстрее, скорость все больше, а груз по-прежнему находится перед объективом состояния невесомости. Удар и полет окончен. Полет нашего груза длился примерно половину секунды, а для того, чтобы увеличить время нахождения в невесомости, сейчас используют самолеты-лаборатории. Но при этом такой самолет должен двигаться по траектории свободного падения в пустоте, то есть по параболе. Ну и соответственно эти самолеты-лаборатории позволяют находиться в невесомости около 30 секунд. При этом самолет поднимается с высоты 6,5 километров до 9,5 километров и падает вниз. Ну а движение по параболе обеспечивается тягой двигателя и рулями высоты. Сначала такие самолеты-лаборатории использовались для подготовки космонавтов, а сейчас на нем может прокатиться любой желающий, готовый выложить достаточно большую сумму денег. А для более длительных тренировок космонавты используют заменитель невесомости, гидроневесомость. Для этого скафандры обвешиваются дополнительными грузами, так что достигается нулевая плавучесть и сила Архимеда уравновешивает силу тяжести. И все-таки гидроневесомость это не настоящая невесомость. А чтобы пояснить чем они различаются, я рассмотрю вот эту простую модель. Здесь в обоих случаях изображена оболочка, которой на пружине подвешен внутренний груз. Ну и в случае гидроневесомости сила тяжести, действующая на всю эту систему, уравновешена силой Архимеда. Я их здесь не рисую. А вот теперь давайте посмотрим на внутренний груз. На него действует сила тяжести, которая растягивает пружину. Ну и пружина деформируется так, что эти две силы, сила тяжести и сила упругости, уравновешивают друг друга. А в случае настоящей невесомости на груз, конечно же, действует сила тяжести. Но в этом случае она ничем не уравновешена. И такая же неуравновешенная сила тяжести действует и на оболочку. И теперь груз и оболочка падают с одним и тем же ускорением свободного падения. Так что пружина в этом случае оказывается не деформированной. Ну и точно так же у космонавтов в гидроневесомости все внутренние напряжения будут сохраняться. А в настоящей невесомости этих внутренних напряжений не будет. Так что их самоощущение будет весьма различным. И это исчезновение внутренних деформаций в условиях настоящей невесомости легко увидеть на опыте вот с этой пружиной слинки. Она настолько слабая, что довольно сильно растягивается под собственным весом. Я отпускаю пружину и она сначала собирается, а потом падает уже в нерастянутом состоянии. Вот и все очень хорошо рассказал. Но у меня при этом появился вопрос. Вот пусть у нас имеется космический корабль и в нем космонавт пребывает в состоянии невесомости. Но получается тогда, что космонавт, если у корабля нет иллюминаторов, он не видит, что там находится снаружи, вообще никаким образом не может обнаружить, что он падает в гравитационном поле вместе с кораблем. Ну тогда о какой силе тяжести вообще идет речь, если он ее не может обнаружить своими приборами. Правильно, потому что эта система отсчета является не инерциальной и в ней сила тяжести практически полностью скомпенсирована силами инерции. Ну и действительно космонавт, наверное, сделает вывод, что сила тяжести отсутствует. То есть проще говорить о том, что сила тяжести отсутствует, чем говорить, что сила тяжести есть. Он бы про нее мог, конечно, узнать, если бы ему сообщили, что это все падает. Она была бы для него умозрительной. И появились бы такие же умозрительные силы инерции, которые ее компенсируют. Так что ли? Конечно. Ему именно, в его системе отсчета, связанной с кораблем, удобнее считать, что никакой силы тяжести вообще нет. Ну он ее может все-таки каким-то образом обналить? Теоретически да, потому что гравитационное поле Земли, оно неоднородно. И в неоднородном гравитационном поле возникают приливные силы. Но их величина очень-очень мала, потому что космический корабль мал по сравнению с характерным размером неоднородности поля. Это радиус Земли. Ну если бы гравитационное поле было просто однородным, то получается, что он его не обнаружил бы никоим образом. Да, безусловно. Ну и это означает, что вот быть может мы здесь все сейчас падаем куда-то с ускорением, ну не знаю, там в тысячу же или в миллион. Ну просто падаем мы, падает Земля, падает Солнце, падает наша галактика, все падает. И мы не чувствуем этого падения. Да, и не почувствуем до тех пор, пока во что-нибудь не врежемся. Ну правда, с таким ускорением мы, наверное, и не успеем ничего почувствовать. А теперь наступило время нашего традиционного заключительного вопроса. И сегодня он будет таким. Насколько настоящим будет мое ощущение невесомости, когда я прыгну с этого стула? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе! Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе!